всем привет сегодня поговорим об установке моего файлика конфиг kfg его замене и о якорях и линках значит в прошлом видеоролике я значит показывал уже что вот у меня на кладовочке на которую всегда можно попасть с моего сайта я значит под любым своим видеороликом вот идете на сайт linux романов info и здесь пожалуйста значит можете скачать коночки можете скачать файлики мои видео вот допустим идете сюда и вот здесь в аддонсах вот этот файлик конфиг и загрузите его у меня он уже загружен он абсолютно крошечный там весит там 11 килобайт вот вот я его скачал значит теперь мне нужно заменить своим файликом вот эти вот значит файлик идете в домашнюю папку ищите папочку с точкой конфиг вот видите . конфиг заходите в черри 3 правой кнопкой удаляете и вставляете вот ваш файлик конфигурационный скажем так это уже файлик с моими скажем настройками вот теперь значит я вот запускаю пожалуйста этот файлик вот можете сравнить как изменилось меню значит на верхней панели кого не устраивает вот это вот белая полоска пожалуйста параметры так вот тема темный фон все открываем файлик файлик у меня по моему было загрузках да вот теперь вот так вот не выглядит у меня скажем так внешний вид моей черри 3 ну во первых тут и шрифты стали побольше вот и вот здесь вот практически те которые были не нужны их убирал поставил только выравнивание по центру там справа слева откаты сделал вперед-назад вот функцию поиска хотя с функцией поиска я вам рекомендую знакомиться вот здесь в содержимом ветки поиск содержимым всех веток поиск содержимой ветки и дочерних подветок и поиск в тегах во всех так что тут это лично как говорится ручками скажем так дальше значит о чем поговорим вот поговорим я книжечку скачал и вставил сюда книжечка довольно таки большая эта книга александра абрамова сергея абрамова садники ниоткуда вот у нее куча там чего-всего вот посмотрите допустим что такое якорь вот вот это вот маленькая штучка называется и корьком вот поищем номер седьмой вот ледяная симфония вот смотрите я его копирую я вставляю якорь в название якоря вставляю вот название и он появился перед вот здесь вот теперь это содержание содержание пожалуйста от основного содержания сделайте маленькую значит это самое подветочку и обзываете там содержанием или оглавлением или ток table of contents таблиц содержимого без разницы вот вот допустим сюда я хочу вставить скажем так название вот так идем на линк вставляем название идем на название этажки и на саму ветку и вот в самой ветке вставляем название якорька пожалуйста нажимаете сохранить теперь смотрим 7 пожалуйста ледяная симфония и так вы можете как говорится ставя якорьки в любом участке текста вы можете как говорится легко их потом находить вот из таблицы содержания можно даже определенный участок текста не главу а вот просто какая-то вам там фраза запоминающаяся въелась в голову вот выделили ее вставили якорек перешли сюда вставили значит линк и по этой же методике все это дело просто-напросто делается понятно да теперь вот еще одна простая хорошая штучка как привязать не просто видеоролик а чтобы в этом видеоролике по этой ссылке вы попадали на определенное место видеоролика вот посмотрите вот у меня значит стоит 10 минут и 10 секунд почему потому что вот здесь вот я сделал довесочек к видеоролику и когда я на него нажимаю у меня попадает он строго на это вот необходимое время допустим допустим я беру вот какая разница вот очень большой длинный видеоролик там на два часа там вот я беру его копирую сначала вставляю как простой текст затем к нему навешиваю вот этот вот допустим довесочек где x это минуты а y это секунды вот допустим давайте 55 минут ну допустим 33 секунды вот все это дело я теперь вставлю в линк и смотрите 55 минут 33 секунды вот таким образом мы попадаем попадаем сразу на длинный ролик ну именно на ту его часть которую мы скажем определили вот такие вот полезные функции значит на больших текстах функции значит якоря значит теперь ясна что якорь это скажем так как бы участок текста на котором вы все это дело застолбили вот а значит к содержанию когда идете там уже идете на линк и к нему значит привязываете вот этот участок текста и поэтому у вас уже получается всегда легко можно попасть на любой участок текста вот это раз и второе значит как попасть на любой участок видеоролика я вам тоже рассказал так что вот теперь основные скажем функции программы Cherry3 я думаю вам будут уже известны еще раз настоятельно всем рекомендую вот внимательно попозите упражняйтесь функциями поиска вот хотите себе видоизменить вот эту панель отличную от моей да ради бога изменяйте делайте то что вам нравится вот допустим я хотел поменять участок вот этот вот ну скажем на красненький вот я его сделал красненьким сохранил то есть вот этот довесочек весьма полезен если вы делаете ссылку на определенное место видеоролика ну а как делать ссылки на определенное место в текстах значит я вам показал якорь и линк ну ладно вот такие вот полезняшки значит по программке Cherry3 я желаю вам всего самого лучшего и до новых встреч до новых